Всем привет! Продолжим тему часов реального времени. В прошлом ролике разбирались с DS1307, в этом разберемся с DS3231 и DS3232. Эти микросхемы друг от друга не сильно отличаются, поэтому сразу обе разберем. Выпускаются эти микросхемы в корпусе SOP20, 20 ножек, немножко это настораживает. И также китайцы выпускают различные модули с этими микросхемами. Я здесь вот один вариант изобразил. И здесь можно посмотреть, как SOP20 корпус отличается от SOP8, в котором была 1307 микросхема. Здесь распиновка и типовая схема включения микросхемы из даташита. Если посмотреть на распиновку, то вот эти вот все ноги никуда не подключаются и уже не так все страшно выглядит. То есть у нас эта микросхема работает точно так же, как и 1307 по A2C. Есть линия езда и SCL. Также есть VBAT нога, куда подключается плюс от батарейки. От этой батарейки микросхема будет питаться, когда основное питание отключено. Нога RST это RESID. Низким сигналом на эту ногу мы отключаем работу микросхемы. Выход 32 кГц. Из названия понятно, что на этой ноге микросхема формирует сигнал частотой 32 кГц. Его можно выключить, включить, если он не нужен. Выход SKV, который также может работать как прерывание INT. Мы это рассмотрим попозже. Ну и ноги питания. Вот собственно и все по распиновке. Как видите, внешний кварц в микросхеме не подключается. Он находится внутри корпуса. То есть, наверное, этим и объясняются его размеры. И также в этой микросхеме есть, так скажем, встроенный датчик температуры. Данные из которого мы также можем получить по I2C. И за счет этого датчика микросхема корректирует работу своего генератора внутреннего, чтобы более точно отсчитывать время. За счет этого эта микросхема более точная. Для сравнения DS-1307 может убегать секунд на 10 в сутки туда-сюда. С DS-3231 этого не происходит. Она также не особо точная микросхема. Но вот эти 10 секунд, может быть, за несколько месяцев набегут погрешности. То есть, эта микросхема довольно точно отсчитывает время. И ее можно сделать еще точнее. Я позже об этом расскажу. Это таблица регистров из даташита. Регистров уже побольше, чем в 1307. Но первые 7 регистров с нулевого по шестой практически не отличаются от микросхемы 1307. Здесь содержится время в двоично-десятичном формате, которое, собственно, отсчитывает микросхемы. Единственное отличие, тут вот есть бит Centuri и нет бита CH, который отключает микросхему, как в 1307. Centuri – это переполнение годов. То есть, этот бит поднимается в единицу, когда 99-й год меняется на нулевой. То есть, у нас года отсчитываются с нуля до 99-ти. Если мы вводим на индикацию год, то есть, ну, например, 22-й год, мы от микросхемы можем получить только 2 десятка и 2 единиц годов. То есть, 22. Остальное, там, 2022-й, мы уже программно реализуем, подставляем. И вот, когда у нас будет 2099 год, в Новый год у нас произойдет наступит 2100 год, и в этот момент бит Centuri поднимется в единицу. Вот такой вот этот бит. Не знаю, пригодится он кому-нибудь или нет. Далее идут регистры будильников. Я их буду называть будильниками. Наташите, по-моему, это алармы. То есть, у нас есть два будильника в микросхеме, 4 регистра под первый будильник и 3 регистра под второй будильник. Как они работают, я расскажу попозже. Но здесь также устанавливается время, когда будильник должен сработать в двоичном и десятичном формате. Далее идут два регистра, так скажем, настроек и статусов. То есть, в этих регистрах мы настраиваем работу микросхемы и можем получить флажки состояния микросхемы. Мы это тоже рассмотрим попозже. Далее идет регистр. Регистр в 16-ти речной форме 10-й. При помощи этого регистра можно подстроить точность работы микросхемы. То есть, как это делается? Есть выход у нас 32 кГц. Мы к нему подключаем точный прибор для измерения частоты, которому доверяем. И если на этом выходе частота ниже или выше 32 кГц, при помощи вот этого регистра мы можем эту частоту подкорректировать. Там подключаются какие-то конденсаторы, по-моему, к резонатору внутреннему. Я особо с этим не разбирался, как это работает. То есть, что у нас здесь есть? Сиган – это знак. Ноль – это плюс, один – это минус. И далее следуют данные. То есть, увеличивая, уменьшая данные, вот эти вот значения, вот в этих 7-ми битах, мы можем увеличить или снизить частоту генератора микросхемы и как бы добиться на выходе 32 кГц. И дальше идёт у нас два регистра 11-й и 12-й в 16-ти речной форме. Это данные датчика температуры, которые мы можем забрать. Тут тоже самое. Сиган – это знак. Ноль, плюс, один, минус. И 9 бит данных. Мы попробуем это всё забрать. То есть, получить от микросхемы температуру. То есть, она может у нас не только отсчитывать время, но и измерять температуру. Теперь расскажу, как, собственно, работают будильники или алармы в этой микросхеме. Я вот здесь вот изобразил часть таблицы регистров. Здесь регистр первого будильника, регистры второго будильника и контрол статус регистры. Они нам тоже пригодятся. И также есть вот такая табличка, которая рассказывает, как, собственно, работают будильники. Это у нас первый будильник, это второй. Итак, у нас, ну, например, первый будильник. Мы здесь устанавливаем секунды, минуты, часы и устанавливаем день, недели или дату месяца за счёт вот этого бита. То есть, если здесь единица, мы устанавливаем день недели. Если ноль, устанавливаем дату. То есть, ну, день месяца. И также есть у нас старшие биты в каждом этом регистре. Давайте их как-нибудь выделим жёлтеньким. Вот эти вот старшие биты, вот они. В зависимости от того, что мы в них запишем, у нас будет по-разному работать этот будильник. То есть, если у нас в этих битах все четыре бита заполнены единицами, то у нас будильник будет срабатывать раз в секунду. То есть, каждую секунду у нас будет срабатывать этот будильник. И неважно, что мы здесь вот, какие значения мы занесли в сам будильник, какие секунды, какие минуты, часы, дни. Если у нас эти четыре старших бита, вот эти вот, выставлены в единицу, срабатывать будет каждую секунду. Если у нас три единицы, один ноль, я уж не буду говорить о один им один ноль, там и так далее. Ну, смотрите таблицу. В этом случае у нас будет срабатывать при совпадении секунд. То есть, раз в минуту, соответственно, он будет совпадать. Если мы установили здесь, скажем, 17 секунд, каждую минуту в 17 секунд он будет срабатывать. Две единицы будет срабатывать при совпадении минут и часов. Ой, минут и секунд, которые мы вот здесь вот выставили. То есть, будет срабатывать каждый час. Одна единица, он будет срабатывать при совпадении часов, минут и секунд. То есть, раз в сутки он будет срабатывать. и далее идут варианты когда у нас все эти 4 бита вот эти все четыре бита выставлены в ноль здесь уже все зависит от бита вот этого что мы выставили день день недели или дату что мы выбрали то есть если у нас день выбран вернее дата то есть мы выставили этот бит в ноль и установили здесь дату соответственно у нас будет срабатывать при совпадении даты часов минут и секунд то есть он будет у нас срабатывать раз в месяц получается при совпадении даты часов минут и секунд если в этом бите мы выставили единицу мы здесь должны выставить день недели и у нас получится еженедельный будильник который будет срабатывать при совпадении дня недели часов минут и секунд вот в таком формате это все работает то же самое для второго будильника за исключение того что у него нет секунд поэтому когда все три старших бита вот этих вот если все старшие биты у него выставлены в единицу то будильник будет срабатывать каждую минуту в 00 секунд то есть наступает новая минута срабатывает будильник две единицы будет срабатывать при совпадении минут то есть каждый час одна единица будет срабатывать раз в сутки когда совпадают часы и минуты если все в нуле все опять же будет у нас зависеть от вот этого бита что мы здесь выбрали день недели или дату если выставили 0 то будет срабатывать при совпадении даты часов и минут то есть раз в месяц если выбрали день недели единицу выставили вот в этот бит вы будете совпадать раз в неделю при совпадении дня недели часов и минут вот таким образом это все будет работать но для того чтобы получить сигнал от ноги микросхемы int ну прерывание нам еще нужно выставить бит давайте вот этот бит int cn в единицу если этот бит в нуле то выход из кого работает как выход частоты если в этом бите единица то он работает как прерывание и вот такие моменты когда срабатывает будильник на ноге из кого будет меняться логический уровень также для того чтобы это все срабатывало нам нужно выставить для первого будильника в единицу нужно выставить вот этот бит для второго будильника вот этот бит мы должны выставить в единицу для того чтобы этими битами мы разрешаем прерывание а вот этим битом мы переключаем выход из кого на работу прерывание вот то есть для того чтобы работал сигнал от первого будильника мы должны выставить единицу в в бит int cn и в бит a1 и е для того чтобы работал будет сигнал от второго будильника также нужна единица в битте int cn и в битте a2 и е тогда будет он работать и еще у нас есть флажки прерываний вот они они находятся уже в регистре f соответственно флажок прерывания первого будильника это вот этот a1f и флажок второго будильника a2f вот таким образом у нас работают будильники теперь посмотрим что у нас есть в контроль и статус регистрах это два регистра с адресом е и с адресом f значит кое-что мы уже тут знаем бит int cn он включает выключает прерывание то есть как это работает выход скв работает либо как скв либо как прерывание int если в этом бите 0 по на этом выходе некоторая частота которую мы можем настроить если в этом бите единица здесь этот выход работает как прерывание изменять сигнал при там сработки будильника вот таким образом дальше вот эти два бита отвечают за разрешение прерывания от будильника 1 и от будильника 2 и вот эти вот два бита это флаги будильника 1 и будильника 2 и теперь по порядку пойдем так бит его sc 7 бит регистр с адресом е он отвечает у нас за тактирование микросхемы ну то есть за работу микросхемы когда нет основного питания если в этот биту этот бит выставить в единицу когда пропадает основное питание и микросхема начинает питаться от батарейки тактирование останавливается соответственно отсчет времени останавливается для чего это я честно говоря не очень понимаю вот то есть если в этом бите единица то когда нет основного питания микросхема микросхема времени отсчитывает далее бит bbs qv тоже работает следующим образом если у нас в этом бите единица то в момент когда у нас отключается основное питание выход 32 килогерца продолжает выдавать частоту 32 тысячи 768 герц если в этом бите 0 когда основного питания нет этот выход отключается высокое импендансное состояние переходит дальше бит конф этот бит как бы отвечает за начало измерения температуры единица в этот бит мы устанавливаем и микросхема начинает преобразовывать температуру в цифровой как бы вид это занимает некоторое время поэтому этот бит связан с битом бузе вот с этим битом вот перед тем как выставлять единицу вот в этот бит измерение температуры мы должны проверить бит бузе если в нем единица значит предыдущие измерения еще преобразование еще не завершилась вот так это работает далее идут два бита и 1 1 1 2 вот они этими битами мы можем настроить частоту на выходе из кого я один герц килогерц 4 килогерца 8 килогерц то есть когда этот выход работает у нас как выход частоты то есть вбить и in c 0 мы вот этими битами настраиваем частоту на этом выходе дальше переходим уже к регистру по адресу f bit usf включение выключение микросхемы завода так скажем или после того как микросхема была полностью обесточена этот бит находится на в единице и микросхема не работает то есть мы должны в этот бит записать 0 чтобы микросхема начала работу и бит далее идут три бита которые не значащие они в нуле и далее у нас идет бит и n 32 килогерц но это разрешение частоты в 32 килогерца вот этой вот частоты на выходе 32 килогерц если здесь 0 у нас на выходе частоты нет если мы выставим единицу на выходе мы получим в идеальном случае частоту 32000 768 килогерц вот такие вот регистры контроля статуса взял проект из предыдущего ролика продавец 1307 заменил ее на ds 32 32 32 31 в протеусе не нашлось и сделал как бы тот же самый функционал то есть выводится на индикацию минуты и секунды и в момент изменения времени микросхеме меняется временная индикация вот собственно проект я в нем ничего не менял кроме функции инициализации она у меня получилась вот такая вот адреса у этих микросхем одинаковые ношения и тусе то есть 1307 32 31 и 32 имеют адрес один и тот же значит что у меня изменилось изменилось прерывание то есть 1307 время менялась по спаду на выходе из как иску и в 32 32 меняется по фронту поэтому прерывание от меди 8 минт 0 я настроил по фронту это первое изменение второе изменение я проверяю я создал два define 1 define содержит настройки регистра control 2 define регистра статус ну я их так буду называть то есть регистр по адресу е это control по адресу f это статус у меня вот все настройки получились по нулям все оба этих регистров должны быть в нуле то есть rs1 rs2 в нуле это один герц на выходе из кувы ну и там посмотрите в общем все настройки в нуле поэтому на я для начала читаю эти два регистра для этого что я делаю старт передаю адрес на запись передаю адрес регистра с которым хочу работать эти регистры идут по порядку 1 е 2 f ну я передаю соответственно 1 регистра и стоп после этого снова старт адрес на чтение и читаю первым читается у меня контроль регистра 2 второй вторым читается статус регистр и стоп условия и здесь я проверяю совпадает ли полученные значения с моими если не совпадают то условия старт адрес на запись указываю опять же адрес первого регистра е и пишу в них сначала контроль регистр записываю потом статус регистр и стоп вот собственно и все все остальные функции остались от предыдущего проекта с ds 1307 и все они работают то есть у меня используется две функции установка времени и как бы чтение и индикации времени тут изменения никакие не требуются вот здесь я устанавливаю время 11 11 11 а здесь в основном цикле у меня крутится функция ds showtime которая как бы производит индикацию времени с температурой все просто и не очень одновременно значит как это работает микросхема каждые 64 секунды сама запускает преобразование то есть его не обязательно принудительно запускать вот то есть каждые 64 секунды можно забирать готовые уже результаты температуры температуры результаты преобразования температуры значит как я это реализовал в этой функции я завел переменную тики она у меня тикает в прерывании in 0 то есть каждую секунду это прерывание вызывается при помощи той же микросхемы а вот и когда это переменная пока это переменная меньше 63 у меня это функция как бы происходит выход из этой функции без чтения регистр температуры если это значение дотикала до 63 и больше мы читаем регистр температуры он 11 я читаю один регистр вот этот 11 потому что это тут написано только вот то есть точность этого датчика плюс минус 3 градуса цельсия то есть плюс минус 3 градуса цельсия и забирать десятые сотые доли градуса ну так где регистры смысла нету вот регистры поэтому я забираю только вот это вот значит вот эти вот этот регистр это получается просто знаковая 8-битное значение без всяких премудростей ничего не нужно думать вот и все вот я его получаю и все значит умение у меня я в основном цикле у меня опять же работает индикация времени и здесь я забираю температуру в переменную темп я сделал глобальный и присвоил и значение 99 чтобы заметить момент когда произойдет как бы забор температуры 1 ну и чтобы долго не ждать у меня переменные тики тоже начинается не с нуля 61 то есть через 2 секунды произойдет как бы забор температуры из микросхемы принципе все работает в микросхеме можно установить в температуру в протеусе я вот здесь поставил минус 11 и посмотрим вот сейчас переменный темп здесь нужно выбрать сигнет интежер то есть целое знаковая тут у меня 99 пока и через две секунды мы должны получить температуру из микросхемы так две секунды прошло вот минус 11 градусов то есть можно поставить какую-нибудь другую температуру например 7 градусов тепла и будет тоже самое получили 7 градусов тепла то есть все работает также написал просто для примера опять же реализовать можно как-нибудь по-другому как принудительно забирать температуру dst m2 значит здесь я создал два две переменные под статуса контроля регистры далее я забираю в эти переменные собственно регистр контроля статуса потом я проверяю в регистре статуса второй бит на единицу второй бит это как раз бит бузи если он в единица значит приобрел предыдущие преобразование еще идет и мы выходим из функции с нулем возвращаем 0 из этой функции то есть это как бы выход с ошибкой если у нас бузи бит бузи в нуле то продолжаем как бы работу берем переменную в которой у нас регистр регистр контроль находится и поднимаем в этой переменной 5 бит 5 бит это у нас вот он 5 бит это как раз запуск преобразования поднимаем этот 5 бит далее стартуем по адресу е и записываем контроль регистр получившиеся значения и стоп далее нужна пауза я не в даташите не нашел сколько времени требуется на преобразование но 100 миллисекунд мало а 200 хватает это я уже проверил все мы запустили тут преобразование тут подождали его завершение и опять же читаем регистр с температурой и выходим из функции с единицы то есть если единица то как бы получили температуру чтобы можно было это отслеживать в программе вот собственно по температуре и наконец о различиях между ds3231 и ds3232 это таблица регистров из даташита уже на микросхему ds3232 и здесь есть дополнительные регистры и несколько дополнительных бит есть вот эти три бита в остальном ds3232 полностью повторяет ds3231 значит 13 регистр вот этот не используется поэтому что он есть что его нет ничего не изменилось а вот с 14 по ff это по моему с 20 по 255 регистр это срам память это энергозависимая память но так как у нас эта микросхема комплектуется обычно на плате батарейкой можно так назвать это условно энергонезависимая память сюда можно писать какие-то любые свои данные и каким-то образом использовать как вам хочется это вот первое отличие и второе вот эти вот три бита появились вот эти два бита кредит 0 и кредит один они позволяют настраивать частоту преобразования температуры то есть там можно увеличивать этот не 60 там счет 4 128 256 и 512 4 варианта можно настроить с какой частотой будет происходить преобразование температуры вот этот бит насколько я понял он дублирует вот этот бит тоже самое делает или я что-то неправильно понял ночью ничего интересного основное отличие это вот наличие с рам памяти в остальном как я уже говорил они абсолютно одинаковые вот собственно и все что хотел рассказать ссылки будут как обычно под роликом всем привет кто дальше идет